Мы благодарим Бога, что мы живы, здоровы, имеем дыхание жизни И имеем желание любить Бога и служить Ему Прежде чем я буду проповедовать, я хотел бы сказать одну очень важную вещь Нам, как верующим, мы всегда будем смотреть наши глаза, хочешь ты или не хочешь Где они останавливаются, о том они и думают, твой мозг об этом думает Старайся на правильные вещи направлять свои глаза, на Господа, на Слово Божье На то, что Божье, на то, что чистое, на то, что святое, на то, что праведное Чтобы тебе иметь жизнь Вот, когда Петр вышел из лодки и пошел по воде, он смотрел на Иисуса И в этот момент он ни капли не сомневался, он шел по воде, как по асфальту Вы представьте, когда написано, что Иисус отпустил своих учеников И сказал переправиться на другую сторону, а сам оставался в молитве Иисус, который Бог воплотил, он молился, представьте Тем более нам нужно молиться И представьте, после молитвы он пошел к своим ученикам И вот давайте в себе сейчас воображение включим Он идет к ученикам, зная, что они на лодке отплыли в море На другую сторону Он идет не в обход Он идет, идет, идет по горочкам Поднимается, спускается Поднимается, спускается И приближается берег Но там же вода, а лодки-то нету И вы представляете Точно так же, как он шел по земле Он подошел к воде и пошел дальше Шагал и пошел по воде так же, как он шел по земле Он не провалился, он не намочил ноги У него ничего не случилось Все законы работали на Божью волю Это была Божья воля, чтобы Иисус шел к своим ученикам И это была ночь Почти полночи Иисус отмолился И отец сказал ему, сейчас я посылаю тебя, иди И он пошел по воде И он шел Там была буря А ему это было все равно, он шел по воде И вот он шел мимо лодки И ученики увидели его, вскричали, встревожились И Иисус сказал, это я, не бойтесь Петр говорит, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде И Иисус сказал, иди И Иисус сказал, иди И Петр пристально смотрел на Иисуса И он шел по воде Он вышел из лодки, тоже пошел по воде Знаете, Господь мне показал Что в этот момент электроприбор Он был воткнут в розетку, где было электричество И в этот момент он работал Как только Петр убрал свои глаза с Иисуса Потому что его посетила мысль Посмотри в другую сторону Перестань смотреть на Иисуса Посмотри, что сейчас происходит вокруг тебя А я тебе говорю, не смотри, что происходит вокруг тебя сейчас Продолжай смотреть на Иисуса Пожалеешь, если посмотришь И что произошло с Петром? Он уверенно шел так же, как Иисус Шел по воде Как только он убрал свои глаза Представь, ты свои глаза убираешь с Иисуса И начинаешь моментально тонуть Тонуть в этой буре Большие волны Ветер Все работает против тебя Когда ты смотришь на Иисуса Тебя ничто не может атаковать Тебя ничто не может погубить Как только ты убираешь взгляд с Иисуса На что-то другое На несколько градусов в сторону Ты труп Ты погибаешь Ты начинаешь смотреть на обстоятельства Обстоятельства тебе расскажут Что они с тобой сейчас сделают Они тебя утопят И вы представляете, что Петр тонул Он выключил свою вилку Он выключил из сети И он моментально перестал работать Перестал Перестал Как только мы убираем свой взгляд с Иисуса Как только мы перестаем поклоняться Ему Петь Ему Как только мы это делаем Мы проваливаемся Мы думаем, что можно жить Не прославляя Бога Я вам скажу Как только ты перестаешь прославлять Бога Ты постепенно умираешь Знаешь ли ты Когда-нибудь ты задумывался Почему ты обедаешь после завтрака Почему ты обедаешь после завтрака Ты же завтракал Почему ты обедаешь Потому что когда ты позавтракал После завтрака Это конечно странно звучит Ты начинаешь умирать Начинают процессы, истощение И ты чувствуешь в обед Голод А прошло всего лишь 3 часа, 4 часа, 5 часов, ты чувствуешь голод, срочно надо поесть. Почему? Это такая еще не смерть, ну такая начальная стадия. Поэтому ты срочно идешь обедаешь, пообедав, пообедав, хорошо, пообедав так, что встать не можешь. Ты такой чувствуешь, мне же надо поужинать теперь, а потом ночь поспал, ночь прожил, ты опять начинаешь кушать, потому что как только ты перестаешь смотреть на Иисуса, поклоняться Ему, ты постепенно умираешь, вот почему мы снова возвращаемся к молитве, снова возвращаемся к Слову Божьему, снова возвращаемся к общению с братьями и сестрами, потому что мы снова заводим свою жизнь. Мы ее не можем как атомную станцию завести, и все, она сама по себе работает, знаете, независимо ни от чего. Нет, мы зависим, мы зависим от молитвы, мы зависим от Слова Божьего, размышления, мы зависим от общения друг с другом, мы зависим. Я не могу теперь взять Библию, пойти укрыться и сказать, я и Библия, я и Бог. Нет, тебе нужны братья и сестры. Аллилуйя. Итак, тема проповеди будет называться «Надеющиеся на Господа». В притче 3 глава 5 стих говорится «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Здесь сказано «сердце и разум», здесь говорится о нашем сердце и о нашем разуме. Разум – это сердцевина человека, аналитика. Он встает, он все разумом воспринимает, он все разумом обрабатывает. Он смотрит, какая погода на улице. Это разум его, это не сердце его сейчас работает, это его разум. А, снег выпал, хорошо, я оденусь теплее. Работает разум, работает разум. О, дождь пошел, надо зонтик взять. Что-то еще. О, выпал снег, минус наступил, надо колеса менять, надо шины менять. Это работает разум. Но в жизни, в жизни наш разум не может нам дать полноты. И поэтому нам дано сердце. Знаете, Господь, Он, конечно, благословил нас разумом, и наш разум очень важен. Но важно, скорее всего, в нашей жизни, чтобы мы полагались на Господа, не на разум. Шестой стих говорит. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои. Познавай Господа. Открывай Господа во всех сферах. Не только в воскресенье на собрании. Когда будет понедельник, когда придет работа, когда придет какой-то вызов, когда ты начнешь строить семью, строить карьеру, или что-то ты будешь выбирать в жизни, направление какое-то. Всегда познавай Господа. То есть советуйся с Ним и отдавай приоритет Ему. Сколько раз было, что люди все просчитали до мелочей. Все просчитали до мелочей. И их разум подвел их. Помните, как богач сказал? О, такой был классный урожай. Сломаю мои сараи маленькие, построю амбары большие, соберу туда весь урожай. И скажу моей душе, ешь и пей долгие годы, и ничего не делай. Веселись. То есть он просчитал, все получилось, урожай получился, жизнь удалась. Только одного он не знал, что в эту ночь, не завтра, не послезавтра, а в эту ночь его душа уйдет из тела. Вот его разум закончит существование прямо сегодня ночью. Понимаете, Иисус говорит в этой притче, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Ты на Господа никогда не рассчитывал. Ты с Ним никогда не советовался. Ни при каких обстоятельствах он тебе не был нужен. Когда ты попадешь в беду, первое, человек обвиняет Бога. Вы заметили? Когда человек попадает в беду, виноват всегда Бог. Но не человек. Человек никогда не говорит, ведь да, ведь я же никогда не советовался с Богом. Я никогда не спрашивал его совета, никогда не спрашивал его мнения. Я никогда не искал, что Слово говорит по этому поводу. Я всегда сам принимал решения. И вы знаете, дьявол, он именно всегда стоит рядом, чтобы тебе говорить, ты сам можешь принимать решения. Ты умный, ты способный, ты учился, ты знаешь, ты умнее всех. Ты можешь, ты можешь. Он накачивает тебе. И человек чувствует вот эту подпитку гордости, такого, знаете, что я сам могу многое в жизни. На мой ходоносор, царь Вавилона, однажды вышел в свое царство и провозгласил такие слова. Не моя ли рука создала все это? Все завоевания, все царства я все под себя подмял. Я всем управляю, я такой великий. Вообще до меня таких не было. Я достиг этого пика. Я Бог. И только закончил он это говорить, как пришло слово от Господа. И вы знаете, что этот царь, этот сильный, мудрый человек, очень разумный, превратился в зверя. На нем выросли волосы, шерсть, когти. И он не ел человеческую пищу. Он жил на улице семь лет. И орошался росою. Он не мог жить в доме. Он стал животным. Бог смирил его, показав, что происходит с гордецами, которые возносятся, которые не хотят, чтобы Бог участвовал в их жизни. Итак, разум всегда хочет поступать самостоятельно. Самостоятельно. Я знаю, не говорите мне, не советуйте. Я знаю, я знаю, я знаю. Ты ничего не знаешь. Если надеяться на Господа, как слово говорит, да, притчи написал мудрейший человек, царь Соломон. Он был с Богом. И он писал это. И он писал из своего личного опыта, из своей личной жизни, что есть два варианта нашей жизни. Когда мы все делаем сами, и наш разум, наша, как сказать, воля, наша прожитая жизнь, наш опыт жизненный, помогает нам решать многое. И у нас есть возможность жить, как наш разум нам говорит, либо, как нам советует Господь, то, что Его Слово говорит. И людям очень сложно слушаться Бога. Я вам скажу, что очень многим водителям машин очень трудно исполнять то, что знаки им говорят. Очень сложно. Если знак тебя ограничивает, ты противишься. Ты говоришь, не, я понимаю, 50, но не 30 же. Понимаешь? Я понимаю, но я не могу, я спешу, я опаздываю. И разум тебе говорит, жми, здесь никого нету. То есть человек по своей природе, он бунтарь. Он бунтарь. Понимаете? Только пока он маленький, он еще зависит, как каким-то образом от родителей, как только он взрослеет. Он все знает, он все умеет, он все сам может. Но на самом деле, мы, когда возрастаем, мы так относимся к Богу. Мы говорим, я сам могу, но ничего ты не можешь. И смотрите, если надеяться на Господа, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Здесь не сказано, что разум это плохо, что будь дурачком, будь отсталым, будь таким, и о тебе позаботятся. Нет. Здесь сказано, что Господь важнее разума, не полагайся на разум, разум может подвести, твои просчеты могут подвести, но Господь никогда. Наши способности очень ограничены, особенно нашего разума. Послушайте, в Господе больше способностей, силы, мудрости, чем в нас. Скажите, аминь. В Господе больше. Смотрите, мы живем в плоскости земли, да? Мы не видим все сверху. Господь видит и прямо, и сверху, и изнутри, отовсюду. Он видит нашу жизнь от начала и до конца. И Он знает, как ее лучше всего прожить. Поэтому мы надеемся на Господа, потому что по Его воле мы пришли на эту землю. И самое лучшее теперь, что мы можем избрать, это жить теперь по Его воле. Одно дело, Бог тебе послал тебя на эту землю. Ты же не выбирал? Или кто-то выбирал? Одни бандиты, был случай, реальный случай. В церковь пришли в одно, в 90-е. И тогда было время бандитское такое. И пришли в церковь, услышали, что там собирают деньги. И они такие, а они же все как бы контролировали, а тут в церкви льют царикой деньги и без их ведома. Надо пойти, их послали, двоих братков, послали в церковь к пастору, а пастора не было в этот момент. Был его заместитель. И вот к нему пришли в кабинет, в офис, два бритых в кожаных куртках и приставились там Коля, Толя, коротко. И вопрос такой встал, что мы слышали, что здесь собирают деньги. и что мы бы хотели узнать. А им заместитель говорит, можно я задам вам только два вопроса? Что вы в эту жизнь пришли по собственной воле? Они говорят, нет. А как вы думаете, вот второй вопрос, вы из этой жизни уйдете по собственной воле? Они переглянулись. В общем, он им объяснил, что они с Господом, и они ушли. Они говорят, нет, мы просто хотели узнать, как здесь все обстоит, все, мы пошли. И они не смогли никаким образом повлиять на церковь и начать доить церковь. Потому что это божьи деньги, это божьи проекты, это божья пища. Знаете, что в мафии нужно было платить 10 процентов? Какое-то как совпадение, десятину. И вы знаете, что многие платят 10 процентов? Многие. Либо кому-то платят. Потому что они взяли этот принцип из церкви. Дьявол, он взял это из церкви. Даже бизнес-тренера говорят, что отдавайте 10 процентов, они по-своему говорят, на благотворительность. Если вы это не будете делать, вселенная у вас отберет их другими методами, штрафами, банкротами, разным другим. И вы представляете, человек готов противостоять, бороться, лишь бы не давать в церковь, но знаете, сам попробовать выживать самому в этом, в этих джунглях, в этих мирских джунглях. Давайте вспомним первых людей. Бог сотворил человека по своей воле и дал им задание возделывать сад, хранить и распространять пределы Эдемского сада по всей земле. Вся земля не была Эдемским садом. Эдемский сад, он был, у него была территория определенная, ну, может, не маленькая территория, но была ограничена, были границы. И Бог сказал им охранять его и возделывать, заботиться. И дал им повеление, от всякого дерева в саду вы можете есть, а вот от дерева познания добра и зла не вкушайте, потому что в день, в который вы вкусите, вы умрете. Им было все понятно, им было все понятно, и они не смотрели, не обращали внимания на это дерево, пока не пришел сатана и не сконцентрировал разум человека на этом дереве. И он выбрал момент, когда Ева осталась одна, и он знал, что женщины любят душами. И он пришел и носил ей на ухо, и стал ей говорить, и стал рассказывать, какие она привилегии теряет, не вкушая от этого дерева. Что она потеряла уже? И она стала переживать. Знаете, он не разговаривал с ее сердцем, он разговаривал с ее разумом. Дьявол, он не приходит в наше сердце, он сначала приходит в наш разум, и он говорит с нами в мыслях. И человек, он знаете, встает перед выбором, сделать мне грех или не сделать. Всегда идет война. Для человека неестественно грешить. Неестественно. То есть когда-то наступает такой момент, когда человек делает первый грех. Первый шаг, второй шаг, ему становится все легче, легче грешить. И вы знаете, что? Она стала слушать, что говорит ей дьявол. И она приняла решение собственное. И вот этого добивается дьявол. Чтобы мы приняли собственное решение без участия Бога. Чтобы мы почувствовали себя, знаете, уже как бы независимыми людьми от Бога. И вот это наш проигрыш. Если однажды нам придет понимание, желание сделать по-своему. Сколько я таких людей видел. Я и сам там же тоже много раз был. Когда делаешь по-своему, не как Господь тебе говорит, не как Слово тебе говорит, а как ты сам выбираешь и решаешь. И дьявол, он хлопает в ладоши. И он говорит, молодец, наконец-то ты осмелился сам свое собственное решение принять. А это решение он же и дал. Пойми, это не твое решение. Если бы это твое решение было. Это дали тебе решение. Тебе подложили. Ведь дьявол дал идею. Съешь. Это не было ее желанием. Это было желание дьявола. А она приняла, как будто это ее желание. Я сама могу. Я могу всем доказать. Я могу Она перестала полагаться на Господа. Она перестала уважать Божье Слово. Слово Божие для нее померкло. Она почувствовала себя богидей на этот момент. Вы знаете, дьявол он мастер этого. Он в человеке поднимает вот эти грешные чувства такой возвышенности. Я могу. Я докажу. Я человек. Я я я я я я я я Знаете, иногда человеку действительно нужно подъем. Но вместе с Богом. Что я с Господом я смогу, я прорвусь, я вперед, я пройду, я дойду, я сделаю. Но с Господом, когда человек это делает без Господа, он его подпитывает дьявол. Для чего? Для того, чтобы его поднять и потом отпустить. И он разбился бы. И когда Ева приняла это решение, ее разум, представляете, она положилась на свой разум. Она все обдумала логически. И она подумала, если я вкушу сейчас это дерево, я стану богиней, Богом, так Бог мне ничего не сделает, я тогда и смогу дальше жить. Только она не знала, что она умрет в этот момент, и она лишится всего, что имела. она была обманута. И так многие люди, принимая во внимание свой разум, полагая, разум это хорошо, но не надо полагаться на разум. Что это значит? Не надо разум превозносить выше, чем Слово Божье. Вот о чем говорится. Умным быть хорошо, но всегда, всегда в своем сердце говорить, Господь, я хочу, чтобы ты участвовал при моем выборе, при моем решении. Я прошу, чтобы это решение ты благословил. Если это от тебя, как написано в Слове Божьем, что сделай это, сделаем это, если Господь нам позволит. Сделаем то и то, если Господь нам позволит. Когда надеешься на Господа, то от самого Господа и получишь. Разум часто бывает надеется даже на человека. Вот этот человек мне поможет. Вот этот человек мне поможет. Он там, у него связи, у него есть деньги, у него есть в политике, у него в экономике. Он мне поможет, мне адвокат поможет, мне юрист поможет. Иосиф мог на такое рассчитывать? Он попробовал даже к этим друзьям обратиться, и они не помогли ему. Ему никто не помог, ему помог только Господь. И он вышел из темницы, ему повесили эту цепь, дали перстень, перстень фараон, представьте, фараон при всех своих слугах, при всех советниках снимает с себя полномочия и говорит, я же надеюсь, вы все в курсе, что это значит, перстень. Все боялись даже посмотреть, они все в пол смотрели. И он говорит, не, 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 посмотрите сейчас, и одевает Иосиф, а он только что из тюрьмы вышел, только что из тюрьмы вышел, ему одевают перстень, и такое заявление делается, что без разрешения Иосифа никто не может ни шага делать, ни дышать, ни думать, ничего, никуда ходить, в магазин не можешь ходить, без разрешения Иосифа. Представляете, тогда Иосиф понял, ах, вот почему так трудно было в жизни, ах, вот почему так трудно было полагаться на Господа, сколько было соблазнов самому там что-то сделать, где-то что-то, на компромиссы пойти. И тогда он понял, что вот она позиция, нас всех ждет эта высокая позиция в Господе, когда сам Господь нас будет возвышать, благословлять, и даже тогда не подумайте, что вы что-то значите, что вы что-то можете, говорите, я раб, ничего не стоящий, я сделал то, что я должен был сделать, это все Господь, отдавайте славу всегда Господу, даже если вы умный человек, у вас 30 образований, и вы действительно умный человек, и аналитик, и многое-многое знаете, продолжайте смиряться перед Господом и говорить, Господь, твое решение всегда лучше, я знаю, как поступить, но я прошу, благослови меня, дай мне добро, я всегда почитаю тебя, если ты скажешь нет, я соглашусь, если скажешь да, там, где я буду говорить нет, я соглашусь, я почитаю тебя, Господь, и вы увидите, что с такими людьми Бог будет всегда, это будут особо охраняемые люди, их молитвы будут сразу услышаны, есть люди, которые молятся, 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 есть, которые люди только начали молиться, он говорит, я от тебя сразу услышал, сразу услышали, зачем ты молишься, я знаю, все уже решено, уже решено, вы знаете, когда эта женщина пришла к Иисусу молиться о чуде, он говорит, иди, иди, за это слово, дочь твоя здорова, иди, дочь твоя здорова, иди, слуга твой здоров, иди, все, как только Иисус сказал здоров, тот моментально выздоровел, никакого времени не шло, часы, месяцы, дни, недели, все, сказано, сделано, вот эти люди, они особая категория, давайте становиться такими людьми, давайте почитать Господа, чтобы в день бедствия, в день, когда нам нужна помощь, Господь пришел и благословил нас, аминь, давайте будем сейчас молиться, спасибо за просмотр,